Не красная изба углами, а красна пирогами. Фестиваль пирогов собрал любителей сладкой выпечки на территории Национального парка РУС. Под эгидой правительства Московской области вот уже третий раз наш район встречает большие делегации со всего Подмосковья. Сегодня это 300 семей. Среди них 250 жителей нашего района. Фестиваль на самом деле особо, наверное, нужно придать этому значению. В первую очередь он семейный и приурочен к Международному дню семьи. И вот сегодня семьи, наши многодетные семьи со всей Московской области, на территории сельского поселения Молковского, мы сегодня объединяем все. От такого гастрономического разнообразия разбегаются глаза. Пироги с джемом и ягодами всевозможных форм и размеров. Каждый старался быть оригинальным кулинаром. Мы привезли с собой пирог большой с изображением лошади, потому что наша семья в год лошади стала многодетной в 2014 году. Внутри у нас тыква, яблоки, изюм, то есть все, что любит лошадь. В бой идут одни старики. Не фильм. Торт. Автор – мама троих детей Елена Ковалева. Я всегда готовлю ночами, чтобы в тишине, в покое готовить. А вот торт-портрет. Папа, мама, старший – Володя, Дарина, Александра, Влад и Мелада. Семья Шиловых из Озерского района привезла на конкурс «Песочный семейный альбом». Работы оценила жюри, обращая внимание на все тонкости кулинарии. И красота, и вкус, и оригинальность. А есть еще один простой способ понять, чей пирог здесь лучший. Кому бы я дала первое место? Мы ищем, где Ленинский район? Ленинский район. И все съедено. Первое место, конечно. Посмотрели, оценили, наградили. По десяти номинациям. Подарки и дипломы достались семьям из Егорьевска, Подольска, Королевы, Истры. Ну а в номинации «Фруктовый рай» победа досталась семье из Ленинского района. Мы снимали на камеру весь процесс изготовления. Каждый из них, отведенную им роль, выполнял очень четко, налаженно, очень ответственно. И я думаю, что он у нас получился. После торжественного награждения все желающие могли угоститься сладкими шедеврами. Все вот эти пироги – это на самом деле произведение искусства. И очень не хочется их ломать. Хочется, чтобы эта красота радовала детей, родителей. Ну, я думаю, что после сегодняшнего праздника, наверное, ничего страшного, если семьи дружно попьют чай со своими пирогами. Один из таких пирогов-победителей в номинации «Самый высокий» был преподнесен в качестве подарка к чаю гости из московского правительства. Сегодня здесь всем было весело, вкусно и сытно. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова